Всем привет, дорогие друзья, на очередной нашей лекции по молекулярной биологии. У нас сегодня будет репарация, починка ДНК, одна из, да и вообще, последняя тема нашего большого блока о поддержании стабильности генома. Но для начала вспомнил, что у нас было в прошлый раз. А в прошлый раз у нас была вторая глава про репликацию ДНК. Начали мы с того, что резюмировали следующую мысль. Машины репликации независимо возникли у разных доменов организма, в том числе у бактерий и у эукрёд. Стало быть, у последнего общего предка, то есть у луки, последнего общего предка всех организмов, геном, скорее всего, был эрнковый. А ДНК, вполне возможно, возникло как возникло на стырье гонки вооружений между паразитами и хозяевами. То есть вирусы таким образом маскировались, а хозяева потом, клетки, позаимствовали хорошее нововведение. Вот, потом мы рассмотрели вопросы инициации репликации. В частности, как у бактерий число копий разных генов влияет на то, с какой частотой будет инициироваться ориджин, будет инициироваться репликация с ориджином. С ориджином, да и вообще у бактерий часто репликация опережает деление. Да еще и добавок число копий генов ближе к ориджину обычно растет, да, поэтому там самые большие гены, с самым высоким уровнем экспрессии у бактерий сидят. Вот, перешли мы к эукариотам, рассмотрели процесс инициации репликации. У них выяснили, что разные домены, домены хроматино-активного в разной степени, удваиваются в разное время. Все сначала активные, потом неактивные, компактные глобалы, гетия хроматина. Вот, и закончили мы вчера на теломерах, на особых концевых структурах, структурах линейных хромосом эукариот, которые состоят из повторов и удлиняются специальной обратной транскриптазой или теломеразой. Кстати говоря, замечу, иногда теломеры вообще формируются совсем по другому механизму. Например, у мушки-дрозофилы теломеры получаются из транспазонов, то есть генов, способных менять свое положение в геноме. Мы об этом подробнее поговорим в специальной даже, может быть, и лекции. А пока идем вперед. У нас сейчас мутации и репарация ДНК. И начнем мы с того, какие вообще бывают мутации. Ну, самый простой вариант мутации – это точечные замены. То есть замена одного нуклеотида на другой. Чаще всего бывают следующие типы замен. Это А на Г или наоборот Г на А. И Т на С или наоборот С на Т. Это мутации, которые переводят пурин в пурин и пирамидин в пирамидин. То есть это, иными словами, это транзиции. Ну, transition по-английски просто переход, да, а transversion, трансверсия, это более серьезный переход. Ну вот, такие мутации самые распространенные просто потому, что для этого нужна лишь химическая модификация существующего пуриного или пирамидиного гетероцикла, и никаких серьезных замен для этого не нужно. Как мы говорили, тимин присутствует в ДНК во многом, потому что он сообщает ДНК дополнительную стабильность к мутациям. То есть вот эти переходы нельзя провести только лишь в одну химическую стадию. То есть аденин отличается от гуанина двумя химическими группами, и тимин отличается от цитозина тоже двумя химическими группами. Однако, есть и другой вариант мутации, это трансверсии, то есть все остальные переходы, переходы всех типов между пуринами и пирамидинами. Такие переходы случаются реже, но их бывает много разных. Чаще всего это прямое следствие ошибки репликации, ошибки удвоения ДНК. Чаще всего трансверсии возникают следствие банальных ошибок синтеза ДНК, то есть ДНК полимераза взяла и ошиблась. Мы с вами рассматривали варианты и ухищрения, которые используются организмами для повышения точности синтеза ДНК. Ну вот, прям черт не шучит, как говорится, да, вот тут такие вещи бывают. Что будет, если не исправлять ошибки? А вот будет на самом деле очень и очень печально. Вот у нас, допустим, после вот одного акта репликации вот этой ДНК произошла ошибка. То есть у нас был А, вот он в цепи, а против него поставился Г, а не Т, как должно быть. Вот если мы, конечно, починим это все, да, то есть мы поймем, что нам нужно поменять Г на Т, да, то все будет нормально. А если починки не произойдет вовремя, то эта мутация зафиксируется в ДНК, не в популяции. Ничего, никаких фиксаций популяции еще не было. То мутация возникнет уже совершенно окончательно, закрепится в одной из дочерних двойных спиалей ДНК после репликации вот этой вот ошибочной ДНК. То есть у нас исходная хорошая цепь используется как матрица, да, и получается хорошая ДНК. А вот новая плохая цепь используется как матрица, и получается плохая ДНК. То есть здесь уже ошибка вошла в ДНК, ее удалить нельзя. То есть мы не знаем вообще, правильно это или нет, а с чем сравнить, а судя кто, да. То есть репарация это такой довольно-таки слепенький процесс, да, он может работать только пока возникшие ошибки не были закреплены очередным раундом репликации, да, то есть вот здесь, да, вот эта область применимости нашей сегодняшней лекции. Ну вот, начнем с исправления самых простых ошибок. Вот что если ДНК полимераза взяла и ошиблась? То есть вот у нас был там Т, да, против него поставили Г вместо ожидаемого А, да, то есть произошла транзиция А в Г. Вот у нас есть волшебный белок под названием мут-Эс. Мут-Эс. Белок-Эс в комплексе мутаций, да, в исправлениях, который ездит по ДНК и вычисляет в ней какие-либо вообще проблемы. В том случае, если в ДНК имеется некомплементарная пара, в этом месте двойная спираль будет иметь плохую геометрию, то есть она как-то изогнется, будет кривая, косая, сопливая, да, вот это мут-Эс и распознает. То есть он дошел до точки нарушения геометрии в ДНК, и вот здесь он связывает АТФ, меняет свою конформацию и зовет два других белка, мут-Эль и мут-Эс, вот они. Весь этот процесс АТФ-зависимый, да, конечно же, нам нужно потратить много энергии на вот такой информационный процесс распознавания ошибок среди вот таких вот, среди множества правильных пар оснований. Вот, и в дальнейшем мут-Аш связывается с той цепью ДНК, в которой произошла ошибка, с новой синтезированной цепью, и в эту цепь вносится разрыв, в том числе мут-Аш, в этом еще участвуют и мут-Эс, и вот получается вот такой разрыв. Два разрыва вносятся, да. Один разрыв вносится непосредственно за поломкой, и другой в сторону от нее, то есть вываливается целый кусок плохой цепи, и по хорошей цепи, по цепи, где ошибки не было, как по матрице синтезируется комплементарная копия. И вот давайте посмотрим в деталях на белок мут-Эс, вот это кольцевой белок, да, который охватывает ДНК своими субъединицами, вот тут много всякой вторичной структуры белка, а здесь у нас сидит нуклеотид связанный, то есть это АТФ либо АДФ, да, в разных конформациях. И вот в точке некомплементарной пары ДНК меняется геометрия, она изгибается. Это и замечает белок мут-Эс, он задерживается на такой ДНК, и если такая ДНК активирует его АТФ активность, он зовет на себя другие белки. Но однако же, вот мы говорили, да, есть цепь хорошая, есть цепь плохая. А как отличить хорошую цепь от плохой, если ты белок, то есть ты совершенно слепая, ничтожная маленькая молекула без мозгов, которая может просто связывать молекулу ДНК в ближайшей окрестности от тебя. А вот здесь, в частности у бактерий, и помогает метилирование по аденинам, да, помним в инициации репликации, Ориджин у нас метилировался по аденинам, там были сайты ГАТЦ, полиндромные последовательности, и до репликации полностью активный, готовый к репликации Ориджин содержит метилы на обеих цепях, а вот после репликации одна цепь метилирована, а другая нет. И что-то подобное происходит по всему геному, то есть ГАТЦ сайты рассредоточены по всему геному. Так вот, после удвоения ДНК новая цепь не метилирована. Именно эта цепь и будет дочерней, именно ее надо исправлять по матрице материнской цепи. Вот, при этом у эукариот метилирования нет, у них используются другие подсказки, в частности, в новой синтезированной цепи есть одноцепочечные разрывы, их больше, чем в старой цепи, эти одноцепочечные разрывы возникают чаще всего от недосоединенных файментов оказаки, и там же есть еще либо нуклеотид отстроенных праймеров. Конечно же, такое работает только для отстающей цепи, ну и ведущей все-таки это тоже есть. Ну и добавок там, ведущая цепь не слишком длинная, потому что оригинов много. Ну вот, пойдемте дальше. Как механистические белки умеют отличать метилированную цепь от неметилированной? Вот мутез распознал кривое место в ДНК, позвал мутель и мутаж, и мутель с мутажем от мутез уходят и ищут в ДНК ближайший ГТЦ и смотрят, в какой цепи метил. Вот они его связали, увидели, в какой цепи метил, и разрезали именно ту цепь, в которой метила нет. При этом ближайший ГТЦ может оказаться как с одной стороны от мутез, так и с другой стороны от мутез. Ну здесь у нас старая цепь идет от 5 штрих к 3 штрих, да, вот здесь вот. И поэтому есть два варианта расположения ближайшего ГТЦ по старой цепи. Так или иначе, разрыв вносится в новую цепь в точке ГТЦ. Это один разрыв. Так вот, разрыв, односепочный ник, вносится в ту цепь ДНК, которая не метилирована, в сайте ГТЦ, а потом ДНК просто берет и расплетается. Вот это вот с разрывом. И когда отвалившаяся цепь с разрывом дошла до мутез, в ней тоже вносится разрыв. И в итоге получается так, что мы удаляем как раз-таки нужную последовательность ДНК, в которой возникла ошибка, и уже комплементарно по матрице достраиваем то, что не хватало. Это после того, как после прохождения репликативной вилки вот эта система исправления некомплементарности проверила всю новую синтезированную ДНК, вносится второе метилирование в каждой ГТЦ. То есть за реплисомой идет вот этот вот тот, кто реплисомы исправляет, да, а потом еще идет и метилаза, да, штамм, вносящий метилы в полуметилированные сайты ГТЦ. Вот. Немножечко прервемся, поговорим чуть-чуть о методологии изучения мутаций. То есть можно изучать влияние разных химических веществ на частоту мутаций в клетке и, соответственно, проверять их на мутагенность и, стало быть, на канцерогенность, да, то есть на то, влияет ли это на возникновение рака. Есть вот такой тест АМИСа. Берется линия бактериальных клеток, штамм, у которого есть одна точечная мутация в одном из генов биосинтеза аминокислоты гистидина. И высеиваются клетки на среду без гистидина. Так вот, если данная субстанция, вещество, вызывает мутации, то в том числе, скорее всего, оно вызовет и обратную мутацию в одном из генов биосинтеза гистидина, который был поврежден. В итоге может возникнуть обратная мутация, возвращающая функция. И вот, пожалуйста, у нас, если число колоний, выросших на такой среде, возросло после добавления потенциального мутагена, значит, это и правда мутаген. Перейдем теперь к разным химическим воздействиям на нуклеотиды, которые уже повышают спектр возможных ошибок в дополнение просто к ошибкам репликации. Ну, во-первых, это гидролитические мутации, то есть расщепление тех или иных связей с помощью воды. Вода здесь выступает как нуклеофил. Самый простой вариант – это дезаминирование. Вот у нас аминогруппа с цитозина уходит, заменяется на кетокруппу, получается уроцил. Эта мутация легко заметная, потому что уроцилов в ДНК нет. А другой вариант дезаминирования – это дезаминирование метилцитозина. Его уже заметить не так-то просто, да? Поэтому метилированные CPG-островки потихонечку превращаются в ТГ-островки, просто потому что мутацию метилцитозина в Т заметить трудно. И другой вариант гидролитической мутации – это так называемая апуринизация или выпуринивание, то есть выкидывание пурина. Гидролизу подвергается бета-Н-гликозидная связь между первым углеродным атомом дезоксирибозы и азотом в гетероцикле азотистого основания. Чаще всего этому подвергаются именно пурины, а вот пирамидины гидролизуются не так часто. Перейдем теперь к химическим повреждениям нуклеотидов разных других типов. Помимо дезаминирования, которое указано здесь, возможно присоединение алкильных групп, то есть CH3 и так далее, C2H5, метильная группа, по нуклеофильным центрам азотистого основания, вот у нас есть кислород и два азота с непределёнными электронными парами, к ним может прийти метильная группа по электрофильному присоединению. И также возможно и окисление, чаще всего оно происходит по вот этой вот свободной двойной связи на малом кольце дегетероцикла для пирамидинов тоже такое возможно. Ну вот, и здесь мы говорим о гуанине, так как гуанин это, во-первых, пуин, то есть нам больше возможностей, во-вторых, это пуин со целыми тремя водородными связями, то есть тут много групп, которые можно поменять. Вот. Более сложный вариант это шивки нескольких азотистых оснований друг с другом, ковалентные шивки. Самый простой вариант это тиминовые димеры, которые образуются при облучении ультрафиолетом. Что здесь происходит? У тимина есть свободная углерод-углеродная двойная связь. И эта двойная связь, будучи облучена светом с короткой ледяной волны и с высокой энергии, дает радикалы. Эти радикалы объединяются друг с другом, ковалентно, давая вот такое циклобутановое кольцо. Это циклобутановое кольцо приводит к тому, что вот такая вот пара последовательно расположенных тиминов уже не может считаться ни в какие аденины. И даже сама ДНК приобретает в ней совсем другую геометрию. И еще немножечко о разных химических воздействиях на ДНК. Это аналоги оснований, то есть такие молекулы, которые похожи на азотистые основания, но не совсем. Вот, например, бромаурацил или бромдизоксиуридин в случае нуглерозида, а не азотистого основания. Здесь это почти как тимин, только вместо метильной группы на пятом углеродном атоме гетероцикла находится большая объемная группа атома брома. Помните, мы говорили о внесении меток в ДНК? Вот это, например, вот такая метка, собственно, и есть. Этот бромдизоксиуридин несколько чаще бывает в янольной форме, чем просто тимин. И поэтому часто он дает три водородных связи с гонином, и это уже мутация, да. От этой мутации надо как-то избавляться. И, наконец, внесение больших плоских молекул, да, похожих на вот это, например, есть известный нам ИТИДИ, да, который используется для визуализации ДНК на электрофорезе. И другие варианты. Вот такие вот хитрые кольца, да, это похоже на флавиновое кольцо, акрединовое кольцо и так далее. Они могут давать стекинг взаимодействия с соседними парами азотистых оснований, встраиваться внутрь них, интерколировать внутрь ДНК, и нарушать процесс ее репликации. То есть иногда вот здесь, если такая молекула встроится в ДНК и попробует ее считать ДНК полимераза, то некоторые нуклеотиды она может вовсе не считать, не прочитать их в комплементарной копии, и тогда у нас возникнет не просто точечная мутация, а делеция или инсерция. То есть добавление лишнего нуклеотида или исчезновение одного из нуклеотидов. Это гораздо более серьезные мутации. Теперь уже поговорим о репарации разных химических повреждений нуклеотидов. Самый простой вариант – это так называемая прямая репарация. Есть специальный фермент, называется фотолиаза. Он поглощает свет видимого диапазона оптического, и по такому же самому радикальному механизму, по которому формировался тиминный демя, его и исправляет. То есть напрямую расщепляет сцепленные пары Т, последовательно расположенные спаренные тимины, превращает их в отдельные хорошие тимины в ДНК. Механизмом ровно тот же самый, по которому возникает и сам этот тиминовый демя. Кстати говоря, фотолиазы, которые используют в качестве светопоглощающих молекул флавин и фалат, есть не у всех организмов, а только у тех, которые имеют прямой доступ к свету. У нас, например, этого нет. У нас тиминовый демя исправляются сложнее. И есть другой фермент, который занимается прямой репарацией. Это так называемая метилтрансфераза, которая переносит метильные группы, присоединенные к гуанину, на себя, на свою СН-группу. Дело в том, что это даже не совсем фермент, потому что после того, как метильная группа была перенесена на его СН-группу, метилтрансфераза деградирует. То есть она просто расщепляется до аминокислотности. Такой фермент одного каталитического цикла. Но зато ДНК спасает. То есть мы видим, сколько энергии, силы, времени тратится на исправление последовательности ДНК, на поддержание целостности геномной информации. А теперь другой вариант репараций. Это репарация, которая нацелена на удаление как-либо поврежденных оснований. Вот у нас, допустим, произошло дезаминирование цитозина, и получился урацил. Довольно-таки распространенная мутация. Что же мы с ней сделаем? Самый первый шаг – это специальный фермент, называемый ДНК-гликозилаза, расщепляет бета-Н-гликозидную связь между сахаром и азотистым основанием. Остается АП-сайт, или апуридиновый, апирамидиновый сайт. И вот теперь два других фермента расщепляют фосфодиэфирные связи, соединяющие вот этот вот обезглавленный нуклеотид, просто сахар и фосфат, с соседними нуклеотидами, и он удаляется. Поэтому ДНК-гликозилаза, то есть тот фермент, который исходно расщепляет связь между азотистым основанием и сахаро-фосфатным островом, занимается интересными вещами. Она ходит вдоль по ДНК, подобно мут-эсу, и сканирует ДНК на предмет каких-либо нарушений ее структуры. Если такие нарушения найдены, она выпетливает азотистые основания из дуплекса, из двойной спирали. Мы говорили на одной из первых лекций, что ДНК на это способна. Вот, пожалуйста, применение. И проверяет этот нуклеотид, это азотистые основания, на то, относится ли оно к четырем известным на данный момент. Ну, к четырем нормальным. Если нет, то бета-энгликозидная связь расщепляется, и остается АП-сайт. Эта система называется репарацией вырезанием оснований, то есть главный элемент, главная стадия этого процесса – это вырезание именно основания в ДНК. Система репарацией вырезанием оснований гораздо умнее, чем мы могли бы себе представить. Дело в том, что она, распознавая поврежденные основания, может узнавать, какими они были раньше, и помещать против них вместо А, который, например, против оксогуанина, окисленного гуанина, поместился после репликации. Ну, по извращенным принципам комплементарности, А взаимодействует с оксогуанином. Так вот, эта система вырезает А и ставит вместо него С, а при этом сам оксогуанин она не трогает, потому что на его исправление протратится гораздо больше времени и сил, ресурсов. То есть получается, что сама ошибка неисправлена, но исправляются все её последствия, и получается, что и самой ошибки даже, грубо говоря, нет. Вот, теперь мы перейдём к более сложному варианту репарации. Это так называемая репарация вырезанием нуклеотидов. Применяется в том случае, когда повреждение охватывает более чем одно азотчистоснование, то есть, например, тиминовые димеры у нас исправляются именно таким образом. Снова в качестве детекции, в качестве принципа детекции используется сканирование ДНК на предмет нарушений в её геометрии, но на этот раз сканирование производится более крупным белковым комплексом, снова атеофазным. Если нарушение геометрии найдено, то часть субъединиц белковых этого комплекса уходит, часть остаётся. Смотрите, аббревиатура белка включает УВР. УВР — это Ultraviolet Resistance, то есть устойчивость к ультрафиолету. Если возникла мутация в таком комплексе, то устойчивость к ультрафиолету снижается. Так вот, далее субъединица Б задаёт следующую субъединицу С. Вот она такая большая и сложная. Она уже вносит разрывы по обеим сторонам повреждённой цепи ДНК. Эта повреждённая цепь уходит и с помощью ДНК полимераза заменяется на хорошую копию неповреждённой цепи. Примерно длина вырезаемого фрагмента от порядка 10 по основанию. Часто бывает и побольше, но не сильно много. Ещё одна ипостась репарации — это необходимость исправлять в первую очередь те ошибки, которые ведут к самым серьёзным последствиям. И здесь у нас пойдёт речь о сопряжённой с транскрипцией репарации. То есть в том случае, если РНК полимераза, транскрибируя ген, то есть считывая с него копию, наталкивается на какое-то повреждение, она приобретает способность взаимодействовать и звать на это место специальные белки репарации, которые исправляют эту ошибку. То есть РНК полимераза сама выступает детектором, сканером на предмет ошибок в ДНК. И, конечно же, мутация именно в кодирующей цепи, то есть в том, что транскрибируется РНК полимеразой, скорее всего, будет самой опасной для организма. Вот, пожалуйста, исправляем самое ценное. Ещё один вариант репараций, это уже репарация более серьёзных повреждений в ДНК, репарация двунитевых разрывов. Это уже такая аворальная репарация, которая происходит с внесением дополнительных нуклеотидов. Давайте рассмотрим последовательность событий. Сначала свободные нетеломерные двуцепочечные концы ДНК распознаются специальным комплексом белков КУ. Вот такие вот колечки, которые одеваются на ДНК с двух сторон. Эти КУ совмещаются вот этими специальными белками. Это ДНК, зависимые протеинки НАСА. То есть они фосфорилируют белки в зависимости от того, увидят ли двуцепочечные разрывы в связанном с КУ состоянием. В этом случае фосфорилируется много разных белков, и клетка знает о том, что у неё какие-то двуцепочечные разрывы есть. И рекрутируются дополнительные белки. Эти дополнительные белки ДНК, образовавшиеся после двунетевых разрывов, подрихтовывают, добавляют туда нуклеотиды дополнительные, а что-то лишнее обрезают, так, чтобы эти концы можно было свести, вновь коваритно сшить легазой. Да, конечно, здесь возникает много дополнительных ошибок, но соль этой системы в том, что тут не до жиру быть бы живу. Надо просто соединить, зашить двуцепочечный разрыв. А мы в любом случае не узнаем, что тут было. Может, тут вообще целый кусок ушёл. При этом, таких двуцепочечных разрывов возникает довольно много. В средней клетке человека на момент достижения им преклонного возраста геном был порван уже в двух тысячах мест, но это уже всё было зашито. Поговорив в общем и целом о репарации ДНК, перейдём теперь к другой интересной теме. Это так называемые транслясионы или черезблоковый синтез ДНК. Дело в том, что не всегда удаётся вовремя исправить повреждения нуклеотидов. А что, если репликация ДНК уже запущена в клетке, уже запущена S-фаза, уже оригиномлоги активированы, и репликативные вилки бегут? Надо как-то ухитриться прочитать ДНК. ДНК даже несмотря на то, что она повреждена. Для этого и существуют специальные ДНК-полимеразы, которые занимаются прочтением вот такого повреждения. Причём часто эти ДНК-полимеразы даже могут поставить нужный нуклеотид против этого модифицированного нуклеотида. То есть это толерантность, терпимость, устойчивость к повреждениям в ДНК. За счёт чего она реализуется? Реализуется она за счёт специальных, черезблоковых полимераз или транслясионных, которые рекрутируются в том случае, если репликативные ДНК-полимеразы, вот тут третья ДНК-полимераза, как у бактерий, наткнулась на какое-то повреждение. Она удаляется, помещается специальная ДНК-полимераза, у бактерий это четвёртая и пятая, у эукриот это куча, там капа, лямбда, это и так далее, куча греческих букв. Транслясионная полимераза прочитывает совсем немножечко, совсем немножко, потому что она, умея более-менее прочитывать повреждённые пары оснований, допускает очень много ошибок, нельзя дать ей работать много. И дальше грузится снова репликативная полимераза, и всё пошло-поехало. И действительно, транслясионные полимеразы работают с упустя рукава. Их главная задача поставить против повреждённой пары оснований хоть что-то. Если мы посмотрим на структуру активного центра транслясионной ДНК-полимеразы в сравнении с обычной, то вот здесь у обычной активный центр меньше, компактнее, и там больше аминокислотных остатков, которые позволяют различить и правильно подобрать соответствующие азотические основания. Мы об этом говорили, там куча есть таких механизмов. У транслясионных такого нет, и в итоге они допускают больше ошибок, но могут прочитать повреждённые основания. Потому что обычные полимеразы, когда сталкиваются с повреждённым основанием, просто стоят в резину фрыты и не знают, что делать вообще с ним. Они не могут дальше работать. Нужно другую полимеразу привлечь. Транслясионные полимеразы очень многочисленны. Они представлены совершенно разными представителями разных доменов жизни, там у бактерий, у кориод и архей. И это как раз таки связано с тем, что ошибок много, и под каждое азотическое основание было бы неплохо подобрать какую-то свою транслясионную ДНК полимеразу. В самом деле, разные полимеразы, вот, например, полимераза Эта и полимераза Каппа, по-разному, с разной эффективностью могут считывать тиминовые демьяры. Вот, например, тиминовые демьяры в случае Эта и в случае Каппа. В случае Каппа она не может связать тиминовые демьяры, потому что у нее есть вот лишний остаток метианина, который ей мешает связать тиминовые демьяры и поставить против него аденин. А вот полимераза Эта справляется и ставит против тиминовые демьяры два аденина. Но, конечно же, если там будет не тиминовые демьяры, а, например, демьяр ТС, то снова добавить 2А, это уже будет неправильно, но они все равно добавляются. просто чтобы хотя бы прочитать это дело хоть как-то но прочитать ну вот не ясен вопрос сейчас еще как трансляционные полимера за получают доступ к днк известно только что в случае того когда репликативная днк полимера за натолкнулась на повреждение скользящий зажим убиквити не регулируется и либо он вовсе отваливается до либо он не отваливается а проходит все это дело дальше уже проходит за точку где произошла поломка дальше идет синтез днк репликативные полимера за а трансляционно приходит уже как-то там сама что-то там какую-то палочку ставит либо до того как трансляционная полимера за не закончилось свой цикл нельзя пойти репликативно то есть вот это вот разные механизмы которые сейчас еще непонятно какой из них и верен вот но и заключая уже потихонечку наш разговор о репарации приведу еще такой пример это новый путь репарации который раньше не был известен по крайней учебники нашел это у репликационная очистка днк от ковалентно пришитых ней белков в чем фишка дело в том что вилка репликации не сможет продвинуться по днк если к ней оказался ковалентно пришит какой-то белок а такое часто бывает белки прям напрямую ковалентных днк пришиваются просто в силу каких-то там аномальных реакций белок сидел на днк никого лет там транскрипционный фактор в том раз шился а вот так вот и что делать а вот репликативная вилка остановилась да и зовется специальный белок рекрутируется протеаза который расщепляет дробитные мелкие кусочки ковалентно пришиты к днк белок вплоть до того аминокислотного остатка который в днк был пришит а с этим уже можно иметь дело можно дальше синтезировать днк ну и совсем уже подходя к концу напомним еще раз друг другу что сейчас мы поговорили о репарации и о том какие бывают мутации после того как все-таки мутация прошла все этапы отбора прошла сквозь всю репарацию и и не исправили она закрепляется в днк и и должна фиксироваться в популяции так вот скорость фиксации положительных мутаций да то есть мутации которые повышают приспособленность организма к среде определяется силой отбора то есть чем больше популяция да вот у нас увеличивается размер популяции тем ближе ее фенотип средней популяции подходит к пределу молекулярного совершенства то есть все молекулярные машины работают все ближе уже к пределу дальше уже точнее нельзя лучше быстрее и так далее и вот вот это вот движение популяции к пределу ее совершенства и определяется скоростью поступления мутаций скорость поступления мутации как мы уже сказали на ранних лекциях постоянно силу молекулярных часов а вот скорость фиксации Если мутации в результате отбора не постоянно, чем выше эффективный размер популяции, тем быстрее положительные мутации приходят к фиксации, то есть к полному доминированию в популяции. Но вспомним теперь о том, что у нас было вообще на сегодня лекции. Начали мы с разных видов мутаций, поговорили о транзициях и трансверсиях. Затем перешли к разным способам исправления ошибок. Самый первый у нас был исправление некомплементарности. Вот у нас есть белок мутез, который распознает ошибки в ДНК. Потом перешли мы к прямой репарации, смотрели ее способы. Далее у нас была репарация вырезанием оснований. Потом была репарация вырезанием нуклеотидов. И вот в конце лекции мы рассмотрели транслисионный или черезблоковый синтез ДНК. То есть синтез ДНК с ошибками, которые нужны просто для того, чтобы хоть как-то эту ДНК считать. И на следующей лекции мы уже переходим к нашей новой и большой теме. Это различные виды перестроек в геноме. То есть у нас было до этого поддержание постоянства генома. Потом пластичность генома, перестройки генома. Начнем мы с гомологичной комбинации ДНК. Поэтому до скорых встреч, дорогие друзья. Не скучайте. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok